Часть 2. Комментарии на Блаженного Феофилакта. На Матфея 1.22.23. Феофилакт болгарский. Итак, евреи злонамеренно искажают Писание и вместо Дева ставят Молодая. Комментарий Игнатия Лапкина. Как Бог, любя людей, является им в разных видах, как это более приемлемо человекам в данный момент, так точно делает и дьявол, породив разные секты, ереси и искажения в Слове Божьем. Евреям 1.1. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. 2. Коринфянам 1.11.14. И неудивительно, потому что сам Сатана принимает вид Ангела Света. Против этой беды святые отцы выставили 19 правило 6 Вселенского Собора, запрещающее толковать Священное Писание вопреки учению Церкви. Сегодня православные или совершенно не знают Писание, или знакомятся с ним в искаженном виде при собственном или сектантском толковании и гибнут не тысячи, а десятки миллионов душ за такое преступное небрежение пастырями истинного толкования Нового Завета. Комментарий на Матфея 1.22.23. Феофилакт болгарский. Ну, я же сказал сейчас, феофилакт болгарский. Толкование феофилакта болгарского на Матфея 1.22.23. Священное Писание дает имена от дел, как, например, на реке ему имя Магер Шелал Хашбас, спешит грабеж, ускоряет добыча. Исайя 8.3. Эммануил же еврейское имя и значит с нами Бог. Комментарий Игнатия Лапкина. Доказательство истинности того, что они говорили, святые мужи веры находили в Священном Писании. Истинность своей веры они подтверждали Библией, а не мироточением ковчега или скрижали. Не тем, что в сосудах с манной не завелись черви, и благословенная манна не портится столько лет. В каждой проповеди Иоанн Златоуст открывал Библию до 70 раз. Кирилл Иерусалимский говорил, что если слова его не сходятся с Библией, то, цитата, не верьте и мне. Толкование Афеофилакта на Матфея 2.12. И они повиновались наставлению, то есть Божественному Слову. Комментарий Игнатия Лапкина. Библия это священное писание, Слово Божие. Задача Духа Святого состоит в том, чтобы установить через верных своих служителей абсолютный авторитет Божественных Слов. Дух Божий, глаголовший в пророках, искал тех, чье ухо открыто для этого Слова. А те, кто не слушает Слово Божие, отвращает свой слух от Библии к басням, пусть даже исходящим от православных архиереев, являются врагами Божьими. Осия 4.6. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Исайя 30.12.13 Посему так говорит Святый Израилев. Так как вы отвергаете Слово Сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас как угрожающая падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно в одно мгновение. Очень часто, читая прямое указание Библии, мы приходим к лучшему пониманию данного места, исходя от обратного. То есть, если сказано, что Бог за что-то одобряет, говорит хорошо, то ясно, что если мы делаем напротив указанного, то окажется нехорошо, пагубно. 2 Петра 1.19 И при том мы имеем вернейшее пророческое Слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Весьма нехорошо и смертельно опасно не обращаться к Слову Божию при разрешении любого вопроса или местописания. Если наличие в руках Слова Божия дает гарантию света, то отсутствие его дает гарантию нахождения во тьме во мраке. Какое страшное преступление совершают пастыри, не приучившие доверившихся им обращаться к этому божественному светильнику Слову Божию. Толкование Феофилакта на Матфея 3.12 Церковь, в которой, хотя много крещенных, подобно как на гумно собирается с поля все, но из них одни оказываются плевелами, каковы легкомысленные и направляемые к злу духами злобы, другие пшеницей, то есть которые приносят пользу и другим, питая их учением и делом. Комментарий Игнатия Лапкина. Принятие в церковь через механическое крещение обмерщило и сделало неотличимой от мира невесту Христову церковь. С какой легкостью церковь пошла на это обмерщение ради земных льгот и выгод, когда патриарши и монарши и престолы соединились вместе. А теперь не просто трудно, а почти-почти невозможно вернуть все к первоапостольской чистоте церкви. Сегодня священники не могут отличить не только овец от козлов и чесоточную овцу от здоровья, но допускают одинаково к тайнам и волков, и змей, и овец. А в начале было не так. Деяние 5.13. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Отсюда вывод, как читаем в жизни Макария Александрийского за 19 января, что народ Божий, то есть те, кто называются верующими, не только не прославляют внешне, а презирают и ненавидят. То, что сегодня отпевают всех подряд, вызывает презрение за несерьезное отношение к делу спасения даже у демонов. Левиц 10.10. Чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. Должно быть прежде чревоношение, то есть оглашение, и только потом рождение, крещение. А так как нет катехизации, то и получаются мертвые выкидыши, и происходит не рождение, а удушение, когда человек и не научен, и не погружен. А согласно Слову Божию, он должен сначала уверовать, а потом погрузиться в воду во святом крещении трижды. Марка 16.16. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Матфея 4.4. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Комментарии Игнатия Лапкина. Всяким словом священного писания от бытия до откровения так должны понимать новозаветные люди. Библия – это животворящий источник жизни, вдохновения, спасения. Это ответ на все наши вопросы по вкусу каждого человека, любого состояния, возраста, эпохи. На каждом богослужении священник обязан выходить с Библии в руках перед народом. Иначе, по Слову Божию и толкованию святых отцов, его нужно называть не учитель, а губитель. Иоанн Златоуст говорит, что если ты был в церкви и ничему не научился, то есть если не было живой вдохновенной проповеди о Спасителе, ты напрасно ходил в церковь. И когда придешь из храма, то не спеши сесть за стол, но сначала напитай домашних тем, чем накормил тебя пастырь в Доме Божьем. Перескажи им его проповедь. Всяким словом, это значит 77 книг полной Библии, это 1526 страниц, это 96 часов спокойного, медленного чтения. Если человек приобретает специальность за 5 лет, то чтобы стать христианином, оправдать полученное в крещении звание, нам не хватит и тысячи жизней. Иисуса Новина 1.8 Мудрые кулинары могут приготовить изысканные явства для самых знатных людей. Духовную пищу приготовляют, стоя на коленях перед автором Библии, прося у него откровения, умения разрешить таинственный смысл Божественного Писания. Не только пастыри, но и все живущие на земле поддерживают жизнь в себе разнообразным питанием, витаминами. Тем более, бессмертная душа нуждается в разнообразной пище. Она должна знать, как поступить в любой ситуации и как защитить истинную веру. Какое горе ждет того, кто не может защитить истинность веры Христовой и этим приносит вред всей церкви, как говорит Афанасий Великий, патриарх Александрийский. Приготовлять пищу, пусть даже самую простую, должен уметь каждый. Каждый христианин, чтобы сохранить свою жизнь, должен знать Священное Писание. Все, а не выборочно. Через Слово Божие мы познаем волю Творца. Иоанн Златоуст говорит, что если ты не читаешь Библию, ты не знаешь волю Создателя, а не зная Его законы, ты по неволе нарушаешь их, а нарушая заповеди Божьи, ты погибаешь. И это все от того, что ты не читаешь Священное Писание. Толкование Феофилакта на Матфея 4.10 «Познай отсюда, как полезно Писание, Господь им заградил уста врагу». Комментарий Игнатия Лапкина. В эти три искушения дьявол вложил все соблазны мира, чрево, чудо и авторитет. Спаситель каждый раз отвечает текстами Священного Писания. Ни на одно слово Христа, сказанное из Библии, дьявол не дает ни одного слова возражения. Почему? Если змей все еще сомневается, кто перед ним, действительно ли воплотившийся Сын Божий, и это сомнение разрешится только при распятии и воскресении, то относительно Слова Божия противник неба уверен, что Иисус из Назарета, плотник и Сын Марии, приводит слова того, кто сбросил его с неба, кто лишил его звания Херувима Осеняющего. В каждом Слове Божьем враг видит автора этих слов, чувствует его присутствие и не выказывает никакого сомнения относительно истинности этих изречений. Этим же методом отвечать цитатами из Библии пользуются все святые при разговоре с дьяволом, и ни разу сатана не опровергает этих слов, как будто они прожигают его и опрокидывают и делают безмолвным. Люди изучают различные науки, искусство, риторики, умение побеждать соперника, но ничто не может сравниться с чистым Словом Божьим, с его силой и неотразимостью. Никто хуже православных не знает Библию, ее содержание. Это же почти полностью касается и пастырей. Доколе Библия не будет стоять на первом месте в сознании людей, пока Евангелие не займет центральное место в разуме, до тех пор называющие себя верующими будут поражаемы дьяволом, и за эту ненаученность понесут ответственность те, кому верены эти овцы. Люди придумали различные обереги, надписи, священные предметы и особенно 90-й псалом, чтобы отбиться от дьявола, предполагая, что он всего этого боится. Но вот здесь видим, что Лукавый сам читает этот псалом Давида и пользуется им как своим оружием даже против Христа. Толкование Фефилакта на Матфея 4.14.16 «Свет великий означает Евангелие», комментирует Игнатий Латкин. Весь смысл всей истории, которая была между доисторической вечностью и послеисторической вечностью, заключается в слове «благовестие». «В раеву произошло крушение, нарушена гармония, пала вершина творения через происки врага, через ложь вошло убийство, ибо дьявол есть лжец и человекоубийца». Евангелие Теана 8.44 «И все человечество в лице первой четы Адама и Евы погрузилось во тьму, в тень смертную. Дьявол есть владыка смерти, имеющий ее силу». Евреям 2.14 «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оны, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Бог открылся людям как Создатель, Зиждитель и, наконец, открывается как Отец Милосердия и Искупитель. Мы узнаем из Библии, что у Бога есть определенные свойства, неизменные и вечные. Бог постоянен всегда и вовеки. Он не может поступить против своих свойств, присущих ему, таких как любовь, справедливость. Божья справедливость требует наказания за грех. Бог никогда никому не простил и не может простить грех просто так, без наказания. Иначе он будет Бог изменяемый, противоречащий своим свойствам. Римлянам 6.23 «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». «Ни один грех, ни одно преступление, ни одно нарушение заповедей Божьих никуда бесследно не исчезает». Евреям 13.8 «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Каждый грех должен быть оплачен смертью». «Человечество, начиная с Адама, стало врагом Богу. Примирение происходит через Сына Божия, непорочного Агнца, взявшего добровольно на себя все преступления, все отступления, все нарушения всего мира от Адама и до последнего живущего при Антихристе». Евангелие от Иоанна 1.29 «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Исайя 53.5 «Но Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». 1 Иоанна 1.7 «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Христос занял место грешника на кресте. Каждая душа, поверившая в это, усваивает жертву Искупителя лично для себя, присваивает ее. В этом личном присвоении заключена безмерная благодарность Искупленной Души. «Он умер за меня. Он занял мое место на кресте. Вместо меня Он пошел в ад. Он мой Искупитель. Он меня выкупил из плена смерти. Он ждет меня. Я Его раб, слуга. Он – весть, сладость и любовь». И все это я узнаю из Евангелия, из этой радостной вести, единственной, которую можно назвать с большой буквы «Благой». Она от благого Бога, от благого Бога Сына, от благого Бога Отца и от благого Духа Святого. И эту благую радостную весть нужно нести всем, как самое ценное сокровище. Об этом мы должны греметь нашими сердцами и языками громче, чем колоколами. «Если бы благая весть звучала в храмах сегодня, как при апостолах, какие слезы сожаления и раскаяния вызвало бы это в пастве, что так долго они находятся в тени смерти из-за отсутствия живой вдохновенной проповеди об Иисусе сладчайшем». Толкование Феофилакта Болгарского на Матфея 4.17 Иисус начал проповедовать со времени заключения Иоанна, потому что ждал, чтобы сперва Иоанн засвидетельствовал о нем и приготовил для него путь, которым ему надлежало идти, «Подобно как рабы приготовляют путь своим повелителям, ибо когда кто живет на земле, как ангел, не небесный ли он?» Оль, выключи микрофон там кому-то. «Итак, в каждом из нас есть Царство Небесное, если живем по Евангелию». Комментарий Игнатия Лапкина «Искупленное чадо Христа, всем сердцем поверившее в то, что Иисус умер именно за Него, принесшее покаяние за все прошлое и принявшее крещение для оставления грехов, а мывшееся от скверны в святой купели, из мертвых ставшее живым, не может не проповедовать, будь это даже совершенно неграмотная, больная столетняя старушка». Деяние 22.16 «Итак, что ты медлишь, встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса?» «Одно из самых страшных наказаний для возрожденной души – никому не рассказывать о Искупителе Иисусе Христе». Деяние 5.28 «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени всем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека?» Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должна повиноваться больше Богу, нежели человекам». «Мы во всем должны подражать нашему Господу Христу, смотреть на Него через Слово Его, чтобы уподобиться Ему во всем». Евреям 12.2 «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамления и воссел о весную престола Божия». «Наш Господь сразу после крещения, как говорит Матфей, начал проповедовать. Мы дети Его. И если мы искуплены им, то не должны никого на земле слушать так, как нашего Спасителя. Если нас не учат в Храме Евангелию, то мы обязаны изучать его самостоятельно по толкованию святых отцов. Нужно собираться вместе с единоверцами, читать Слово Божие с толкованием блаженного феофилакта. И жизнь наша будет стремиться идти по евангельскому пути». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!